Новгородские школьники впервые примут участие в военных играх команд городов воинской славы. В этом году они пройдут в Грозном. Сейчас время упорных тренировок. На одной из них побывала наша съемочная группа. Впервые в этом году у Новоскула такая воинская подготовка. Не к смотру песни из строя и даже не к зорнице. У ребят скоро командировка в Чеченскую республику. Там пройдет военно-патриотическая игра между старшеклассниками со всей страны. Так что суровую оценку успехом дают не школьные педагоги, а военно обязанные инструкторы. С такими учителями на тренировке не забалуешь. Впрочем, наставники говорят, они и не пытаются. Они все упражнения делают с душой. Их не надо кричать, упрашивать и так далее. Все по желанию, все понимают нужность, значимость. И они стараются все сделать хорошо. Тимофей все ходил посмотреть на тренировки одноклассников. В итоге не просто попал в команду. У него почетная миссия знаменосца. Он также усиленно старается быстрее всех собирать, разбирать автоматы. Дальше всех бросать гранату. А самое сложное, говорит, это подъем летом в 8 утра. В общем, такие страдания смогут вынести только настоящие патриоты. И соперников они готовы встретить как надо. Знаем, что такие же ребята, как и мы, тоже любят вот это все военное. Тоже горды патриотизмом, так сказать, за Родину. Поэтому знаем, что такие же будут, как и мы. Так что не боимся. Надеемся на победу. В Чечне, говорят, мальчишек ждет стрельба не из пневматики, а из боевого АК боевыми патронами. А передвигаться ползком придется не налегке, а с 25-килограммовым грузом за спиной. Еще у старшеклассников от зубов должна отскакивать история подвига своего города воинской славы. Будет учитываться не только физическая подготовка, навыки военной подготовки, а также знания истории Великой Отечественной войны. Поэтому сейчас готовят также наших детей и наши педагоги, учителя истории и общества знания. Новгородские школьники неплохо показывают себя и в знании истории, и в воинской науке. Правда, к каким нормативам нужно стремиться на этот раз, пока никто не знает. Наставники надеются, что выбрали при подготовке команды нужную планку. Наталья Савицкая, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение.